МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это ребята, которые объединяют вокруг себя еще огромное количество ребят, которые умеют именно ладить с ними, именно как-то работать в коллективе. Ну и, конечно, этот конкурс, прежде всего, направлен на то, чтобы мы выявляли таких ребят, чтобы они не останавливались в своем развитии. Мы выявляем, какие направления интересны, и затем позволяем, создаем им как раз условия для развития. Конкурс проходил в трех номинациях. Отдельно выступают представители детских и молодежных объединений, а также в мастерстве соревновываются руководители общественных организаций, которые являются примером для своих воспитанников. В этом году порадовать свою команду удалось Ольге Мартыновой, занявшей первое место среди руководителей. Вы знаете, в прошлом году я ничего не заняла. Ну, сначала так подумала, подумала, я думаю, надо пойти до конца, надо идти до победы, потому как за моими плечами стоит команда ребят. И я учу их тому, как можно реализовывать проекты в нашей жизни, как нужно принимать участие в мероприятиях, как стать организатором, какие-то там прививая им знания, умения и навыки. И я как их лидер, как их руководитель, должна им показать пример, что любое дело нужно доводить до конечного результата. Участникам всех трех номинаций на финале предстояло рассказать о себе и деятельности своей организации. Самые яркие самопрезентации подготовили лидеры детских объединений. Они раскрыли собственный творческий потенциал, а также сумели привлечь к участию свои команды. Особенно члены жюри выделили выступление Андрея Вунша. Именно в этих организациях мы можем реализовать все свои какие-то замыслы и проекты. И этим можно по-настоящему гордиться. К примеру, наше самоуправление уже, у нас был проект «Памятник детям войны в Ново-Варшавке». Мы собирали средства над памятник пять лет. И в этом году, на 9 мая, мы его поставили в нашем районе. И на открытии было очень много людей. Среди же представителей молодежных объединений лучшие признали представительницу регионального молодежного центра, который уже на протяжении многих лет принимает активное участие в молодежной жизни нашего города. Это опыт. Посмотрела на ребят, новые знакомства получила. Интерес к тому, что делается в нашем регионе. То есть не только мы занимаемся добровольчеством, развитием дорожчества, но и в тех же районах, и селькультара. Ребята активно, каждый день на протяжении многих лет этим занимаются. Опыт, опыт и еще раз опыт. Новые знания. Никогда не поздно развиваться. Победителям вручили ценные призы. А самому юному лидеру еще и путевку во Всероссийский детский центр «Океан» на смену молодые лидеры России. Кроме того, золотые призеры получили шанс представлять наш регион на Всероссийском конкурсе «Лидер 21 века». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова